Рекомендую делать покупки спортивного питания в интернет-магазине протеинатурал. Актуальные и доступные цены, все товары в наличии и самое главное это хорошее качество. Все продукты оригинальные, всем покупателям скидки, ссылка и подробности под видео. Привет друзья! Всем вам уже давно известно такое спортивное движение как воркаут. Кто-то любит его, кто-то ненавидит его представителей. Но давайте же разберемся какие плюсы и минусы влечет за собой это направление. Поехали! Начнем пожалуй с положительных моментов. И первое это доступность. Ни для кого не секрет, что занимаясь воркаутом вам не нужен тренажерный зал. Вы можете заниматься дома или же на улице, без разницы. Именно поэтому данным направлением занимается множество школьников и ребят, у которых еще нет собственных сбережений. Либо же те, кто попросту не может позволить себе тренажерный зал. При этом, даже если вы планируете стать выступающим атлетом, в том же бодибилдинге например, воркаут послужит отличной базой и подготовит вас должным образом к тренировкам железом. Второй плюс это безопасность. Конечно же, если вы не подтягиваетесь на каких-либо высотках или не держите горизонт, либо стойку на каком-нибудь краю обрыва, тогда воркаут это действительно безопасный спорт. Здесь нет осевой нагрузки на позвоночник, как в других силовых видах спорта. И используется лишь вес собственного тела. Так повторюсь, для неподготовленного и незнающего атлета воркаут станет отличной базой. Третий плюс это зрелищность. Ну согласитесь, ведь именно это привлекает так много подростков заниматься воркаутом. Особенно на том уровне, на котором он находится сейчас. Огромное количество зрелищных элементов и комбинаций делают из вас уже практически циркового артиста. И кстати, это далеко не сказка. Некоторые парни действительно из воркаутеров стали действующими артистами цирка. Все зависит от того, как сильно вы загорелись этим спортом. На четвертое место я поставлю сразу две позиции, так как они не стопроцентные и касаются не всех, а именно телосложения и фармподдержка. Начну с первого. Многие воркаутеры действительно имеют отличное телосложение, вопреки всеобщепринятому мнению, что это невозможно. Но тут стоит отметить, что большинство ребят с хорошим телом все же ходят в зал. Или используют дополнительный вес. Также генетика тоже играет свою роль. Поэтому этот плюс мы учли только наполовину. Далее идет фарма. Тут тоже не все так однозначно. Большинство ребят действительно ее не используют. И показывают весьма неплохие результаты натурально. Но стоит все же отметить, что допинг-контроль никто не проводит. И проверить это никак нельзя. Да и ходят слухи, что фарма уже добралась и туда. Просто пока еще не столь массово, как в тот же бодибилдинг и пауэрлифтинг, к примеру. Так что эти два не до плюса, мы объединили в один и получили один плюс. Что ж, пришла пора поговорить и о минусах всего движения. И начнем мы, пожалуй, с тренировок зимой. Многие ребята, конечно, продолжают ходить на улицу и выполнять различные элементы зимой. Но это уже становится гораздо более травмоопасно. А вот специальных крытых площадок или залов для воркаута довольно мало. Подойдут разве что залы для кроссфита. Но, во-первых, они существуют далеко не в каждом городе. А, во-вторых, за них нужно уже платить. И таким образом мы теряем то, что называли плюсом. А именно, свободу тренировок. Так что ребятам приходится изворачиваться для того, чтобы найти себе место на холодное время года. Ну и второй минус – это неофициальный вид спорта. Все же, если вы хотите развиваться именно в воркауте и стать профессиональным спортсменом, вы никогда не получите звание мастера спорта и никогда не заработаете реально больших денег, как спортсмен. Это направление все же больше подходит для любителей, которые в дальнейшем, если, конечно, хотят, должны будут стартовать в уже другом виде спорта. Что ж, а на этом все. Это были плюсы и минусы воркаута. Пишите в комментариях, чтобы вы отнесли к плюсам и минусам этого направления. А также подписывайтесь на канал и смотрите другие видео на Мим. Всем пока!